Больше рабочих мест для инвалидов. Республиканский Минтруд выступил с инициативой увеличить квоту трудоустройства этой категории граждан. Поддержал ли инициативу Госсовет Чуваши? Об этом Ольга Пырочкина. Возьмем предприятие с численностью сотрудников 150 человек. По действующему законодательству 2%, то есть 3 рабочих места, должны быть предоставлены инвалидам. Республиканский Минтруд предлагает увеличить квоту с 2 до 3% на предприятиях с численностью сотрудников более 100 человек и с 1,5 до 2% там, где трудится от 35 до 100 человек. Ориентировочно прогнозируется обеспечить создание более 500 новых рабочих мест для инвалидов Чувашской республики. Инициатива бесспорно благая, однако не все так просто, отмечают депутаты. И они знают, о чем говорят. Большинство парламентариев возглавляют предприятия, компании или учреждения. Так, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования за дополнительную господдержку инвалидам. Однако считает, чтобы закон работал, квоты должны быть посильными для работодателей. В наших лечебных учреждениях многие вещи ведь еще и отданы на аутсорсинг. Например, охрана у нас на аутсорсинге, питание тоже на аутсорсинге во многих лечебных учреждениях. Даже уборка помещений то находится на аутсорсинге, поэтому возможности у лечебных учреждений такие большие. Мы должны здесь и понимать, где реально мы сможем их обеспечить работой. А то получат, что мы сейчас закон примем, а потом он будет невыполним, тогда в чем смысл. Крупный застройщик Алексей Мурыгин увеличение квоты приветствует. Правда, с оговоркой, не для любой отрасли это применимо. Специфика строительной отрасли, понимаете, она накладывает уже изначально определенные ограничения. Ведь наши работники, те, кто работает особенно на линии, проходят медосмотры. И там очень жесткие требования по состоянию здоровья. А вот Сергей Михеев, в чем подчинение менее ста человек, отмечает, что даже на опасном производстве можно без риска трудоустроить человека с ограниченными возможностями. Я руковожу предприятием лакокрасочной отрасли. Это лакокрасочная отрасль под отраслью химической промышленности. И при этом я всегда нахожу место для человека с ограниченными возможностями. Для, значит, с облегченными условиями труда. Это или дело производства, ну это вот буквально кабинетная работа. Или же, значит, электротехник, который занимается обслуживанием определенных электрических сетей. Итог. Законопроект принят в первом чтении. Впереди, судя по всему, бурные дискуссии в комитетах и, возможно, доработка. Кроме вопроса о квотировании, в повестке дня сессии Годсовета сегодня было еще 14 пунктов. Депутаты привели законодательство в соответствии с федеральным, заслушали доклад о работе МВД и счетной палаты за прошлый год. Ольга Пырочкина, Денис Ноздрюхин, Республика.